Уважаемые дамы и господа, мы с Эдвардом Агвановичем Нолбандяном, министром иностранных дел Армении, провели хорошие переговоры. Их главным содержанием было рассмотрение хода выполнения договорённостей, которые были достигнуты в ходе визита президента Армении Сержа Азадовича Саргсиана в Российскую Федерацию 12 марта. И мы отметили, что эти договорённости выполняются, условились о том, как этот процесс интенсифицировать, с тем, чтобы выходить поскорее на практические результаты по всем направлениям. Наши отношения партнёрские, стратегические, союзнические, и это подтверждается не только высоким качеством политического диалога на высшем и высоком уровне, но и контактами между правительствами и состоянием торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Наш товарооборот в прошлом году вырос почти на одну пятую, составил 1,2 млрд долларов. Российские инвестиции, накопленные в Армении, исчисляются 3 млрд долларов. И эти процессы имеют очень позитивную динамику, так что мы увидим в ближайшее время ещё более значимые цифры. Условились о тех шагах, которые необходимо предпринять для укрепления нашей договорно-правовой базы. В работе находится около 20 проектов соглашений. Думаю, что в ближайшее время мы сможем уже доложить о готовности этих документов к подписанию. Удовлетворены тем, как развивается наше взаимодействие в гуманитарной сфере, включая культурные, образовательные обмены. Открываются центры бесплатного обучения русского языка в Армении. Создается сеть учебных классов русского языка. Мы отмечаем, что у армянской молодёжи налицо активный интерес к изучению русского языка и будем этот интерес всячески поддерживать. Говорили мы и о нашем сотрудничестве во внешнеполитическом, сфере координации наших действий в различных международных структурах на основе тех договорённостей, которые достигаются министрами иностранных дел в рамках организации договора коллективной безопасности Содружества независимых государств. Мы будем и далее укреплять наше взаимодействие в ООН, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Особое внимание в этом году уделим сотрудничеству в Совете Европы, в Организации Черноморского экономического сотрудничества, где Армения будет председательствовать, начиная с мая, по-моему, этого года. Вот. Отметили мы и прогресс по реализации договорённостей глав государств относительно рассмотрения возможностей сотрудничества Армении с Таможенным союзом, единым экономическим пространством. Мы положительно оцениваем работу созданной с этой целью совместной Российско-Армянской комиссией, которая была сформирована для рассмотрения соответствующих вопросов. И динамику этому процессу, конечно, придаст подписанный 10 апреля меморандум о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и правительством республики. Безусловно, обменялись мнениями по вопросам безопасности, стабильности, сотрудничества в Закавказье, включая проблематику Нагорно-Карабахского урегулирования. Мы, Россия, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, нацелены на продолжение поиска сторонами взаимоприемлемых развязок. Мы будем этому стараться и далее способствовать. В целом у нас, как я уже сказал, очень хорошие переговоры, и я убеждён, что они пойдут на пользу российско-армянским отношениям. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Викторович. Полностью разделяю, что было сказано Сергеем Викторовичем Лавровым. В дополнение к этому я хотел бы выразить благодарность за приглашение посетить Российскую Федерацию с официальным визитом. Это мой первый визит после переназначения постминистра иностранных дел. Сегодня мы имели ещё одну новую возможность коснуться всего спектра двусторонних отношений, обсудить вопросы, которые представляют взаимный интерес по затронуться региональные, международные вопросы. Таких вопросов очень много, но все они обсуждаются и решаются, какие должны обсуждаться и решаться между союзными государствами. Как всегда, наши беседы с Сергеем Викторовичем проходят в очень конструктивном, в очень дружеском ключе. И это естественно, потому что это разговор между друзьями, между министрами союзных двух государств. Мы коснулись экономических, торгово-экономических отношений, которые действительно имеют очень хорошую динамику развития. Россия сегодня по общему объёму инвестиций первый инвестор для Армении, по предприятиям российским, присутствующим в Армении. По иностранному капиталу это первое государство, первый партнёр для Армении. Более 1300 совместных предприятий действуют в Армении. Действительно, хорошая динамика, что на 20% увеличилась торговля между двумя странами. Это только за один год. А если мы посмотрим за последние пять лет, то это действительно очень серьёзные цифры. У нас очень успешно работает межправкомиссия по экономическому сотрудничеству. У нас хорошее взаимодействие между военными ведомствами двух стран. Хорошее имеется развитие по военно-техническому сотрудничеству. Активные контакты между парламентами. В ближайшее время должно состояться ещё одно заседание межпарламентской комиссии. Успешно развиваются межрегиональные отношения, в которые вовлечены все регионы Армении и более 70 регионов России. То есть объём гуманитарной связи активно развивается. Мы тесно взаимодействуем и сотрудничаем в рамках международных организаций. Активные консультации проводятся между Министерствами иностранных дел. В прошлом году это было семь консультаций, семь форматов между межмидовских консультаций. В этом году будет не меньше. Мы договорились продолжить нашу тесную координацию в таких организациях, как ОДКБ, СНГ, ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ОЧС, в других международных региональных организациях. Естественно, коснулись ряда региональных международных проблем. Вопросы безопасности в нашем регионе, в Кавказском регионе и, естественно, мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Мы высоко оцениваем усилия России как сопредседателя Минской группы и вообще как одного из главных стран, которые играют важнейшую роль в обеспечении стабильности и безопасности в нашем регионе по исключительно мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Я думаю, что на этом я ограничусь, потому что можно о наших отношениях и о наших переговорах говорить очень долго. Но будем ожидать ваших вопросов. Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы. Агентство Интерфакс. Спасибо. Вопрос к обоим министрам. Какова ваша оценка эффективности взаимодействия России и Армении в рамках ОДКБ? Спасибо. Эффективность высокая. И Россия и Армения привержены тем договоренностям, которые были достигнуты главами государств, в том числе на декабрьском саммите ОДКБ прошлого года. Договоренности, которые нацелены на укрепление возможностей организации реагировать на любые угрозы, которые проистекают извне, и обеспечивать суверенитет стран-членов ОДКБ. Эта работа ведется на постоянной основе. Совсем недавно состоялись визиты в Армению министра обороны и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Там профессионально обсуждались пути укрепления нашего сотрудничества в военной и военно-технической сфере, как по двусторонней линии, так и, конечно же, в рамках организации договора коллективной безопасности. В ОДКБ есть еще одно важное направление работы, не чисто военное, а внешнеполитическое. И оно касается координации действия на международной арене. И в ООН, и в ОБСЕ, и в Совете Европы, и в других структурах. И могу сказать, что в этом плане у нас тоже образцовое сотрудничество. Мы неизменно друг друга поддерживаем, и так оно будет и впредь. Я могу сказать, что полностью разделяю то, что сказал Сергей Викторович. Армения – это очень активный участник ОДКБ. Мы участвуем во всех начинаниях, инициативах и активности ОДКБ. И имеем тесное взаимодействие с Россией, в том числе и в рамках этой организации. Спасибо. Спасибо. Вопрос от армянских коллег. Радио «Свобода», пожалуйста. Вопрос господину Лаврову. Карабахский переговорный процесс сегодня находится фактически в тупике после Казанской встречи 2011 года и после передачи Сафарова азербайджанской стороне. Господин Лавров, предпринимает ли Россия шаги как сопредседателя Минской группы для активизации этого процесса, и будут ли новые российские инициативы? Спасибо. Российские подходы хорошо известны. Они не являются чем-то самостоятельным. Мы работаем исключительно в рамках деятельности трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ вместе с нашими американскими и французскими партнерами. И на разных этапах разные участники этой тройки выдвигали предложения, которые поддерживались всеми остальными сопредседателями. И суть этих предложений, независимо от формулировок, была одна – добиться создания условий, в которых стороны могли бы договориться, потому что договориться могут только сами стороны. И эта линия сопредседателей отражена в тех основополагающих принципах, которые за последние 3-4 года неоднократно подтверждались в заявлениях президентов России, США и Франции. Этой линии мы привержены. Продолжаем в составе группы сопредседателей работать с тем, чтобы помочь возобновлению переговорного процесса. Встречи регулярно происходят. В том числе недавно были такие контакты. Намечаются дополнительные мероприятия, которые позволят понять, насколько мы подвинулись к тому, чтобы такие переговоры возобновились. Так что мы нашу активность не снижаем и будем продолжать работать. Агентство «Интерфакс», пожалуйста. И Тартас, извините. Добрый день. У меня вопрос обоим министрам. За последнее время какие-нибудь подвижки в регулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Раз уж записал вопрос, должен спросить, независимо от того, что уже услышал. Спасибо. Подвижек пока нет. Может быть, Эдвард Агванович, что-то известно, чего я не знаю. Я бы сказал, подвижек нет, но нельзя сказать, что все находится в тупике. Потому что процесс продолжается, переговорный процесс идет. В ближайшее время готовится новая встреча министров иностранных дел. Это, по всей видимости, будет в мае, уже через несколько дней в Кракове. Не исключена встреча и на высшем уровне. Так что неоднократно сопредседатели за последнее время бывали в регионе. Министры встречались за последние месяцы три раза. Так что процесс идет. Другое дело, что действительно не продвигается, поскольку одна из сторон неконструктивную позицию занимает и практически отвергает все предложения, исходящие от сопредседателей. Есть еще один вопрос от агентства Азари Пресс. Пожалуйста. Фарид Акперов, Азербайджанское информагентство АПА. Страны сопредседателя Минской группы, а также Азербайджан заявили, что статус КОВО является неприемлемым. Какова позиция Армении по этому вопросу? Спасибо. Позиция Армении созвучна позицией сопредседателей Минской группы, выраженной в четырех заявлениях президентов стран сопредседателей в Лаквиле, Мускоке, Довиле и Лос-Кабосе. Созвучна и той позиции, которая была выражена в заявлениях, принятых в рамках ОБСЕ министерских встреч, имеется в виду Хельсинки, Афины, Алма-Ата, Вильнюс, Дублин и Астанинского саммита. Если азербайджанская сторона действительно не хочет сохранить статус КОВО, наверное, для этого не надо было отвергать все предложения, которые исходят от сопредседателей. Это было и на последней встрече в верхах в Казани, как вы знаете, но не только в Казани. Предыдущая встреча в Сочи, до этого в Астрахани, до этого в Санкт-Петербурге. И не только отвергала предложения по основным принципам урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, но все предложения, касающиеся мер доверия, такие как выводы снайперов, упрекление режима прекращения огня, о создании механизма по расследованию инцидентов на линии соприкосновения. Так что, видите, весь этот перечень я дал. Недавно мы встречались в одной из соседних стран министра иностранных дел, в том числе, значит, делегация была из Азербайджана, которая сказала, что, обратила внимание, что Азербайджан полностью поддерживает ту позицию, которую выразила Организация Исламского сотрудничества по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Я на это ответил, что, конечно, с огромным уважением к этой Организации Исламского сотрудничества, но если эта организация примет 101-е заявление по Нагорно-Карабахскому конфликту, она не сблизит стороны к урегулированию. Было бы гораздо лучше, если бы азербайджанская сторона дала согласие на выйти на урегулирование на основе вот этих четырех заявлений президентов стран-сопредседателей, на что дала согласие Армения. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. На этом завершаем. Спасибо. Спасибо.